Привет, друзья! Все вы уже слышали и читали новость о том, что Apple ужесточает конфиденциальность своих пользователей и планирует представить новую функцию отслеживания прозрачности своих приложений, внедренную в iOS 14. Это позволит пользователям знать, когда компании хотят отслеживать их в приложениях либо на веб-сайте. Обновленный iOS 14 повлияет не только на платформу Facebook, а также на такие платформы, как Pinterest, TikTok и так далее. Больше всего в этом случае страдает Facebook, так как инструмент Facebook Pixel собирает обширную базу для эффективной рекламы для своих рекламодателей. Таким образом, друзья, из-за обновления от Apple мы сможем фиксировать только до 8 событий конверсии на домен. Такие события, как Landing Page View, просмотр сайта View Content, просмотр контента Add to Cart, добавление в корзину Purchase, Покупка, Initiate Checkout, а также Payment Details and Leads. В этом выпуске, друзья, я вам хочу показать, какие действия нам нужно предпринять в настройках на Facebook для того, чтобы обновления от Apple не помешали нашим рекламным кампаниям. Итак, давайте приступим. Итак, заходим в Business Manager на Facebook и нам нужно будет подтвердить домен на нашем рекламном аккаунте. Для этого мы переходим в настройки Business Settings. Так, здесь есть раздел Brand Safety. Если у вас интерфейс на русском языке, там будет написано «Безопасность бренда». Далее нажимаем на «Domains». Здесь нажимаем «Добавить», «Add». И пишем ссылку нашего сайта без HTTPS. Далее «Add Domain». Итак, здесь есть три варианта верификации домена. DNS verification, HTML файл и добавлением метатега. Я обычно использую два варианта. Это DNS и метатег. Копируем вот этот текстерекорд. И вставляем в домен. Вам нужно будет перейти на тот сервис, где вы приобретали домен. Я домен приобретал на Shopify. Здесь нажимаем «Manage». Далее «DNS Settings». Здесь нажимаем «Add Custom Record». Далее «Text record». Так, здесь ставим «Собачку» и вставляем наш скопированный текстерекорд. И нажимаем на «Confirm». Так, мы добавили текстерекорд. Далее вставим метатег в код нашего сайта. Так, копируем. Далее заходим в онлайн-стор. Так, «Edit Code». Здесь выбираем файл Team Liquid. И под слово «Head» сделаем пробел. Вставляем и нажимаем «Save». Так, переходим обратно на Facebook. И нажимаем «Verify». Итак, мы заверифицировали наш домен в нашем рекламном аккаунте. Хочу вам сказать еще одну вещь. Если у вас есть компания и наименование вашей компании не совпадает с именем домена, советую вам в футере вашего сайта написать наименование вашей компании. Итак, друзья, в этом выпуске я вам вкратце рассказал, как обновления от Apple повлияют на наши рекламные компании, а также показал, какие действия нам нужно будет предпринять в настройках на Facebook. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео, пишите комментарии. Если нужна бесплатная консультация, пишите мне в директ в Instagram. Все ссылки в описании под видео. Спасибо за внимание. Продолжение следует...